Крутые повороты, гул моторов и лёд. В Якутске на озере в районе птицефабрики прошли соревнования по дрифту. Четвёртый этап за зимний сезон. Дрифт является одним из самых зрелищных видов гонок, так как участники соревнуются не только в скорости, а также в умении справляться со сложными поворотами и виражами. На этом льду не было равных отечественному автопрому. Просто потому, что конкурентов Жигулям нет. Российские машины на дороге выдерживают любой экстрим. Бывали и те, кого разворачивали на дистанции. Главное плавно и на большой скорости пройти поворот. Так проводился отбор в квалификацию. Участнику нужна подготовленная машина. Это непосредственно, чтобы двигатель был хороший. Ремни безопасности обязательно, шлем, страховка. Ну и умения пилота. Это всё тренировки, навыки. Не скорость, а мастерство вождения. Вот что важно в парных заездах в дрифтах. У каждого гонщика как минимум две попытки. Сначала машина едет впереди, и здесь важно точно проехать трассу и вписаться во все повороты. А у того, кто сзади, задача гораздо сложнее. Требуется также точно проехать трассу, при этом держаться максимально близко впереди идущей машины. Было 10 участников. К сожалению, сегодня у нас было немножко меньше, как обычно. Но прошел топ-8. Два участника не прошли дальше. Потом топ-4. Ну, соответственно, топ-4 и победители определились. В зимнем дрифте лучше всех с поворотами справился Дмитрий Смарыкин. Он с детства увлекается автомобилями. Несколько лет назад, узнав, что проводятся подобные соревнования, решил участвовать. С того времени увлекся автомобильным спортом. И теперь к каждому сезону подготавливает машину и занимает призовые места. Стал уже двукратным чемпионом. Машина, автомобиль Жигули ВАЗ-2106. Как говорят участники, полученный адреналин того стоит. Следующие соревнования будут проводиться 11 марта. Уже сегодня пилоты начнут подготавливать свои автомобили и с нетерпением ждать весенний сезон дрифта. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск.